Звезды мировой музыки снова приезжают в Сибирь по приглашению Вадима Репина. Транссибирский фестиваль начал свою программу. В этом году, кроме Новосибирска, фестиваль примут Омск и Красноярск, Екатеринбург и Москва, а также Израиль, Япония и Корея. Открыл фестиваль Пинхас Цукерман, он выступил и как дирижер, и как скрипач в дуэте с виолончелисткой Амандой Фарсайт. Станислав Якушевич о первом дне фестиваля. За репетицией своего учителя Пиентари Инкинин следит пристально. У Цукермана дирижер когда-то брал уроки игры на скрипке. Теперь внимательно смотрит, как маэстро знакомится с новым для него оркестром. Репетируя первую симфонию Брамса, Цукерман не спешит и внимательнейшим образом слушает каждую группу инструментов. Своих хороших друзей Вадим Репин приглашал на фестиваль долго и настойчиво. И то, что оба приехали, невероятная удача. Характеризуя каждого, Репин не жалеет эпитетов. Инкинин, по его словам музыкант, редкой смелости, а Пинхас Цукерман и вовсе живая легенда. Невероятно разносторонний музыкант. Конечно, для меня он всегда олицетворял идеальную скрипичность, потрясающий звук, который, наверное, самый неповторимый на планете на сегодняшний день. Пинхас Цукерман действительно среди скрипачей явление невероятное. Ученик легендарного Исаака Стерна. Он дважды лауреат Грэмми. А номинировался на эту премию 21 раз. Руководитель Лондонского Королевского Филармонического Оркестра. Он преподает скрипку молодым музыкантам. Вот только дать мастер-класс в Новосибирске в этот раз не получилось. Я думаю, мы должны сделать это еще раз. Мы должны вернуться, если Вадим снова нас пригласит. Потому что музыка – это универсальный язык, а не пустые разговоры. Это то, что действительно объединяет людей. На открытии фестиваля скрипач выступил вместе с супругой Амандой Форсайт. Обладающая блестящей техникой, виолончелистка еще и невероятно харизматична. И концерт, виртуозно сыгранный музыкантами с Новосибирским симфоническим оркестром, задал высокую творческую планку фестиваля. Станислав Якушевич, Евгений Макаров. Новосибирские новости.